друзья я обещал до ответить на вопросы которые были заданы в процессе прямого эфира 17 октября ну вот мне позволили скопировать эти вопросы сейчас я отвечу 30-35 минут так вопрос израильтяне обещали полное отключение до их освобождения освобождения заложников наверное имеется но не выдержали таня джей таня это очень просто представьте на секундочку что ваши родственники в заложниках а на танях у относится к этому это так и в этом случае вы понимаете что с одной стороны с террористами нельзя вести переговоры это позиция концепция с другой стороны ваши родственники у меня там родственники живут в израиле в украине кстати я бы предпочел чтобы они остались живы не ценой там других жизни конечно вот но чтобы было сделано все возможное для того чтобы они не пострадали я кстати где-то видел такую реплику а вот наджав олег беров пишет таня представьте что среди заложников ваша родня так алексей джакуба велер проживает нас в эстонии получив гражданство за поддержку эстонской независимости хотя никто его не видел в балтийском пути в восемьдесят девятом году ну это еще советский союз я думаю многих замечательных людей эстонцев никто не видел в балтийском пути на этих акциях балтийского пути вот давайте не будем слишком требовать он все-таки писатель человек который творит но в духовной области он быть в это время у него созревали идеи независимость точки зрения его сегодняшние позиция добиться безупречно ну за исключением некоторых моментах которых я там с ним не согласен его обвинение против чубайса или его поддержка навального так абсолютно безупречно позиция такая правая радикально очень хорошая а это ну так обсуждение ермака над куба возможно и дмитро рыбин возможно ермак и борется с кгб он ничего не делает для развития экономики европы к украины дмитро я с вами согласен это ужасное преступление еще он недостаточно красив по-человечески не такой красивый и обходительный и не такой психотерапевт как арестович ну много еще чего в чем можно было его обвинить вот этим занимаются обычно пропаганда понимаете придумывают какие-то недостатки то что я знаю а я знаю обладаю некоторой не очень открытой информацией о его действиях в области украинской разведке там вычищение спецслужб от структур фсб он делает что-то делает по сравнению с тем что ну вот некоторое время назад вообще ничего не делали для этого просто там вот я исследовал это убийство вороненкова ну просто фсб руками сбу убивала своих оппонентов сбу было даже назвать это знаете присутствием агентурной сети в структурах сбу нельзя надо называть просто филиал фсб был вот и я столкнулся с ситуацией там в одессе где они там крышевали бандитов крышевали своих предпринимателей отгоняли их от порта вся эта история с Саакашвили который пытался как-то изменить ситуацию это история конфликта с СБУ и с олигархом конечно который на этом так Израиль отступил этим ничем хорошим не закончится ну давайте подождем Таня Джей Израиль не отступил повторюсь я уже это на прямом эфире говорил кто-то пытается прорваться на прямом эфире говорил месть это холодное блюдо или как говорят его надо подавать холодным вот надо не эмоционально действовать надо все здесь мы хотим отомстить этим уродам но им а не там детям которые проживают вместе с уродами на этой территории вот и успокоиться все взвесить охладиться спасти заложников а потом предпринять усилия даже не просто вот мести акт мести а усилия для того чтобы это никогда бы не повторилось или повторялось бы но с меньшей вероятностью или этому можно было бы противостоять там много решений они очень сложные сейчас там значит разговор об оружии значит разговор о левых которые ну предают израиль фактически и раскол в обществе создан искусственно создан теми кто там кучкуется вокруг верховного суда кто хочет сохранить свою власть кто хочет сохранить власть над монополизированным бизнесом то что называется бизнесом в израиле ну за исключением может мелкого бизнеса средний крупный бизнес импорт экспорт это все не бизнес это все функции государства неэффективные паразитирующие на государстве которое благополучно но не в той степени как могло бы быть благополучно кстати некоторые сложности проблемы в отношениях с арабским миром связаны и с этим тоже не слишком благополучное государство так объявить заложников святыми ну лучше спасти знаете у меня тут даже вот в этой ленте кто-то называл каким-то очень хорошими словами не надо зачем просто помогайте канал вести ссылки значит Питер Валевский значит некто Гай какой-то предлагает толковую вещь пробить ракетами дуру в тоннеле под газы и просто затопить их после этого скорее всего и газы там утонет но вот проблема с нашими заложниками там 200 человек ну не только заложникам проблема еще проблема чуть-чуть другая нам нужно чтобы это не повторялось понимаете нужны решения туннели вот те 47 процентов палестинцев которые есть работа или 53 процента у которых есть я не помню там эту цифру и это вот в частности работа рыть туннель работать на военных предприятиях создавать эти ракеты кто-то из экспертов сказал что сейчас а это Сергей Любарский что сейчас в Палестине еще больше десяти тысяч ракет осталось они планировали вторую акцию с этими ракетами удар по Израилю решать проблему и мстить это разные вещи давайте сразу поставим причем надо ставить приоритеты это очень неприятная вещь в какой степени мы можем уступать ну Израиль может уступать в вопросе освобождения заложников ну вот вы знаете была тут дискуссия про заложников такая не то что циничная а такая знаете которая рассматривала все варианты действий возможных и кто-то не я кто-то вспомнил что вот эти заключенные лагерей в германии они пытались наводить самолеты на военные объекты и понимали что они погибнут при этом но за них так сказать отомстят вот и это тоже я думаю в головах тех кто сегодня в заложниках это присутствует а спасти конечно по возможности но еще отомстить за там те мучения которым они подвергались насилия изнасилованные женщины там не убитые но захваченные дети я в какой-то момент начал размещать эти у себя в ленте эти кадры которые распространял хамас о преступлениях пока не понял что это часть пропагандистской кампании которая должна была вызвать гнев и ответную реакцию им нужна была ответная реакция все это делать для того чтобы израиль не сдерживал себя а действовал на вот этой эмоциональной волне я перестал это размещать кстати израиль уже дал воду освободили кого-то из заложников не знаю я еще не успел это так сказать проверить почитать так питер валевский конгрессмены которые поддерживают террористов все как один демократы и нет ни одного республиканца белого супрематиста а левые понимаете левые в израиле они поддерживают палестинцев вот эта идея сотрудничества с палестиной с палестинцами с борцами за свободу борцами с израилем оккупировавшим их территорию но это прямо так и произносится левыми в израиле они поддерживают палестинцев они поддерживают морально они поддерживают пропагандистски но видимо есть и те которые поддерживают просто финансово вот а палестинцы уровень жизни в палестине на самом деле довольно высокий там не как в европейских странах но на уровне там трех что ли евро на человека в месяц трех тысяч евро вот то есть он довольно высокий вот это спонсорская помощь европейцев американцев самое главное арабского мира она очень большая высокая вот конгрессмены ну тоже поддерживают понимаете демократы они хотят понравиться это же продолжение пропагандистской кампании демократическая партия ведет пропагандистскую кампанию антиизраильскую через несколько часов после начала этой атаки им пришлось убрать со своего сайта решение постановления призывы демократической партии антиизраильские вот они духовно поддерживают так сказать это палестинцев фактически терроризм и поддерживают его в том числе материально что не поделаешь левой проблема тоже вот если знаете я предлагаю иногда откатываться так сказать от вопросов которые надо решить попробовать их рассматривать там с расстояния там ста тысяч километров от земли и там через сто лет ну чтобы это было виднее но вот сегодняшняя проблема это левые идеи левые идеи которые весь двадцатый век век разрушали человечество многие государства не стали благополучные остались в состоянии вот этих диктатур которые чаще всего продвигают эти левые идеи пропаганду левые идеи которые оправдывают диктатуру оправдывают социализм или коммунизм в случае с советским союзом вот и пропагандистские компании это ну освоенная методика пропагандистские компании которые позволяют противников режима объявлять врагами отечества все проверено и социалисты в соединенных штатах когда они пришли к власти они тоже начали использовать эту технологию обвинение тех кто пришел 6 января к конгрессу в том что они предатели и значит эти как это называются бандиты напали на основы так сказать демократии в соединенных штатах но это технология вот та самая пропагандистская технология она была использована и репрессии репрессии начались уже значит если арабы говорят что не хотят трансфер значит они хотят переговоры на эту тему просто набивают цены вы просто не понимаете их культуру и традиции Марина Найдич Найдич Понимаете Марина последовательно несколько арабских государств вот за последнюю там неделю сделали заявление еще им никто ничего не предлагал ничего у них не просили они сделали заявление о том что они не будут не собираются не хотят принимать палестинских беженцев а называть это началом переговоров или торговли я бы не стал тем более что в случае с Иорданией ну там как-то это все очень жестко произошло понимаете они скучковались палестинцы и решили захватить власть поднять восстание их спасли им не нравилось как их спасли они решили сместить короля Иордания установить по всей видимости власть вот Хамас Хамасом или братьев мусульман я не знаю я не помню эти события давно не смотрел вот так что ну то что вы пишете насчет того что их культура означает что они готовы на переговоры это не совсем так а Вячеслав Закравров товарищ Сталин думал что евреи будут социалин строить в Израиле да это известный факт Сталин предполагал что евреи левые евреи а и они об этом заявляли эти кибуцы кооперативы значит коммунистический труд ну в полной мере я не знаю кто-то присутствовал там пробовал проверял это ну все поровну вам ничего не платят но вас кормят ну коммунизм такая модель и когда он понял что это не совсем то что он имел ввиду как они строили и Израиль начал сотрудничество там со всем миром со Соединенными Штатами и в общем отказывался выполнять прямые указания Сталина в то время Сталин был очень жестко распоряжался так сказать со своими европейскими скажем вот этими лидерами коммунистических партий там никаких дискуссий не предполагалось Мао Цзэдун сидел там несколько дней в приемной ждал когда его великий Сталин примет примет а тут они что-то такое начали делать не согласовывая со Сталином ну и это одна из причин вот той самой борьбы с космополитизмом антисемитская кампания сначала это была какая-то такая спокойная очень борьба с космополитизмом с значит были приняты статьи уголовного кодекса восхваление американской демократии восхваление американской техники там после ленд-лиза там народ действительно восхищался тем что как помогали соединенные штаты советского союза надо было остановить вот уголовное преследование а потом дальше больше вот разочарование в Израиле и это превратилось в антисемитскую кампанию всего вы правильно пишите про товарища Сталина они строят социализм и сейчас даже ну часть израильтян во всяком случае мир с арабами в двадцатом году тоже был невозможен однако с четырьмя государствами отношения нормализованы ну Марина Найдич я не настаиваю на вот этой моей схеме выравниваю исправление ситуации вот может быть какая-то другая но возможно единственное я против того чтобы принимались эмоциональные лобовые примитивные решения они не приведут о про Китай начали Монголия за свободу Тибетов а Китай находится в очень сложной ситуации очень сложной ситуации которые чревата ну началом таких внутренних тяжелых процессов и связанных с регионами и связанных с там Гонконгом которому не нравилось до сих пор там все очень жестко я недавно прочел какой-то журналист там два месяца добирался до Гонконга якобы в связи с эпидемией и борьбой и политикой нулевой терпимости к эпидемии вот то есть китайцев это китайское руководство все это волнует курды вот тоже спасибо что напомнили о курдах ну тоже серьезная очень проблема проблема которую пытается решить Турция кстати говоря я сегодня разговаривал с Израилем с экспертом они в этот момент получил смс предупреждение для всех израильтян которые находятся в Турции с требованием немедленно покинуть Турцию ну по-видимому либо Турция готовит какие-то действия против Израиля либо Израиль собирается что-то сделать что очень не понравится Турции так Кадыров и Азербайджан ну понимаете авторитарные режимы они все-таки находятся в конкурентных отношениях сказать что Кадыров поддерживает Азербайджан по всем вопросам ну я бы не стал там есть некие отношения такого мусульманского единства вот но есть и конкуренция это так же как в арабском мире я помню время когда Гамаль Абдальнассер решил это очень давние времена там 50-е 60-е годы он он решил объединить всех арабов превратить в Египет в центр арабского мира так сказать ну стать диктатором не только Египта но и всего арабского мира ну это вызвало совершенно понятное сопротивление этого самого арабского мира потому что ну у него там свои задачи свои цели Египет очень сильно отличается от Саудовской Аравии от Кувейта там от многих что такое спам это спамят так если ты критикуешь ты что-то предлагаю нечего на ООН валить свои хотелки наджав Олег Беров на ООН ничего валить не надо они не собираются принимать никаких решений это декоративный орган не способный на самом деле решения принимать осудить осудить Путина осудить войну обычную войну организация объединенных наций была создана для предотвращения конфликтов начинается конфликт организация объединенных наций отказывается ладно там направлять войска ООН просто осудить агрессию против независимого государства ясера Арафат друг Примакова наше оружие это матка палестинки да это известное высказывание Арафата и сегодня 50% на территории газа это люди моложе 20 лет 50% населения и это очень много вот он был создан СССР он был создан странами победителями Великобритании Советским Союзом Соединенными Штатами Францией Китаем и главная цель главная цель это предотвращение войны у Марина на идич меня критикует своих детей посадите к сорнякам это метафора все таки Марина вы меня не ругайте сильно это метафора которая предполагает что существует некий механизм похожий на вытеснение ядовитых или сорных растений вы сажаете рядом с ядовитыми сорными растениями растения которые там начинают расти плодоносить и сорные растения ну в этой конкуренции там ослабевают и уходят ну вот то же самое предлагаю я начать создавать бизнесы в Газе привлечь арабских предпринимателей нормальные бизнесы которые позволят этой территории развиваться палестинцам получать рабочие места вы знаете модель я как я ее вижу она будет сложно развиваться в первый момент тот же Хамас скажет что мы против если вы тут будете зарабатывать деньги я думаю эти предприниматели арабские китайские там тайваньские африканские они пойдут на сотрудничество скажут что вот мол мы вам пять процентов оборота будем отчислять налог тем более что там налог то платить некому государства нет те скажут ага деньги заплатить ну тогда давайте и и палестинцы начнут меняться захотят там зарабатывать построить свои дома купить машины свои смогут обучать своих детей не где-то там в Англии за деньги хамаса а там там же в Газе появится университет ну вот как в Грузии было знаете начались возникли страховые компании которые страховали инвестиции и первые инвестиции пошли в создание университетов в Грузии это кстати один из остатков остатков деятельности Михаила Саакашвили университеты частные значит полу государственные очень эффективно все это развивалось вот так что говорить что детей вы будете сажать к сорнякам ну это желание дискритировать идею Испания от Арамов 200 лет отвоевалась другое время другие механизмы это были войны жестокие войны там еще добавилось добавились крестоносцы там еще добавилось христианство в состояние агрессивном вот таким как сейчас Ислам находится агрессивное состояние уничтожение неверных этот термин по-моему возник не благодаря Исламу насчет неверных как впервые он появился и в христианском мире так как вы относитесь к возможному спикерству Джорджа Буша так вот Вячеслав Захаров предлагает обсудить Армению Карабах Азербайджан вы знаете мне кажется разрушена очень устроена стойчивое образование созданное Советским Союзом Сталином на самом деле вот это искусственное разделение там территория Азербайджана территория Армении кстати говоря то же самое вот ну это не должно и не могло существовать долго потому что это семена конфликта посеянные ну на этой территории вот и сейчас как-то там разрешается я заметил что здравомыслящие политики Армении они не проводят демонстрации в или не стимулируют демонстрации в Европе в Соединенных Штатах с требования возврата Карабах потому что эта территория была в исключительно владении ну олигархов некоторых и биться за за них за их интересы в общем никто не хочет и слава богу надо найти тех кто будет руководить сектором Хамаса это примерно то же самое что прекратить штурм нацистского Берлина и сначала найти преемника Гитлера я с вами не согласен аналогия слишком далекая идея внешнего управления это хорошая идея она наверное нереализуема мы обдумывали это тоже было предложение одно из предложений внешнего управления для газа не для Хамаса конечно для газа внешнего управления менеджеры в этом случае очень серьезное сопротивление будет оказано ну и борьба начнется Хамаса уже вот с этими внешними управляющими которые безусловно должны появиться на этой территории вот эта схема то о чем я говорю развитие бизнеса подсаживания так сказать туда в газу некоторых элементов здравомыслия элементов жизни элементов нормальной экономики нормальной государственной деятельности не той которая сегодня там существует распределение бюджетов ну и финансирование просто террористической деятельности а чего-то нормального живого мне кажется это может дать результат но это для начала Израиль должен согласиться это попробовать или заинтересоваться этой идеей или сформулировать эту идею самостоятельно я не настаиваю чтобы на этой идее стоял значок copyrights любой вариант который приведет к умиротворению к спокойствию в Израиле и вокруг него будет хорошим спасибо 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 спасибо